Башкирия В этом году, буквально, на форуме регионов России и Беларуси главная тема была противостояние с западным санкциям. А что будет в этом году в Башкирии? Какая главная тема? В этом году, так как 10-й юбилейный форум, было принято решение, утверждено уже Дворкомитетом, что это будут итоги 10 лет проведения форумов, итоги и перспективы. То есть это будет обсуждаться итог всей работы за 10 лет этих форумов, форум регионов и обсуждаться перспективы на будущее. Что касается самих регионов России, Беларуси и Башкортостана, то есть они как сотрудничают, по каким сферам, по каким направлениям? И вы как планируете, по каким направлениям будете выстраивать это взаимодействие? То, что было принято решение проведения 10-го юбилейного форума регионов в Башкортостане, для нас, конечно, большая честь, потому что не все регионы Российской Федерации удостаивались такой возможности. Всего было до этого три. Москва, Санкт-Петербург, Сочи. И поэтому Башкортостан, ну, наверное, в первую очередь, потому что мы имеем хорошую инфраструктуру для проведения международных и федерального уровня мероприятий. Это уже не раз было подтверждено и доказано. И, во-вторых, конечно, очень плодотворное сотрудничество идет между Республикой Башкортостан и Республикой Беларусь. Оно многогранное и есть результаты, причем некоторые из них мы хотим показать и, в общем-то, наглядно продемонстрировать потенциал вот уже в рамках этого форума. То есть по каким направлениям? Это машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность. Что? Ну, в частности, предприятие «Амкадор», которое имеет свои представительства в трех десятках стран, принес решение построить у нас первый завод. И мы его начали строить в сентябре прошлого года. И открыть его будет как раз вот в рамках 10-го юбилейного форума. Это завод по производству зерносушильного оборудования, которое сейчас очень востребовано на рынке. Это по программе импортозамещения, конечно. Да, это импортозамещение. Изучили рынок, нужно ли такое оборудование. Да, как раз сегодня, когда в прошлом году рекордный урожай в России, в Башкортостане был собран. В общем, это то оборудование, которое очень необходимо. И первый завод вот будет открыт. Причем надо отметить, что мы договорились его построить вместе. Башкортостан строит сам завод, который он наполняет оборудованием. И в рекордные сроки. Это самые рекордные сроки на европейской территории, чтобы такой завод мог быть построен за этот период. А сразу же в рамках форума один завод Амкадор откроем и начнем строить второй завод уже по производству коммунальной техники. Вот. Это вот только одно направление. А так, конечно, это в научной сфере очень большое сотрудничество идет. Сейчас мы договорились уже, чтобы наши туристы, ну, скажем так, третье поколение, да, которые ездят. Эта программа у нас развивается по Башкортостану, по Российской Федерации. Теперь мы расширяем уже и на Беларуси. И, конечно, и белорусы тоже хотели бы посмотреть Башкортостан, Россию. Вот. Поэтому туризм, наука, промышленность, ну, аграрное направление, естественно. Вот. Поэтому очень многооспектное такое сотрудничество идет. У нас есть подписанное соглашение между Беларусью и Башкортостаном. В прошлом году на форум «Транспорт и строительство» приезжал премьер-министр Беларуси Роман Александрович Беголовченко. И вот буквально завтра у нас будет с ним встреча, мы будем обсуждать следующий его визит и проведение Дней Беларуси в республике Башкортостан, которые пройдут до форума в этом году. Буквально, если можно коротко, соглашения какие-то будут подписаны между Беларусью и Башкортостаном? Как любой форум планируется, ну, как итоги форума, это, конечно, в том числе подписание соглашений. Таких соглашений, направленных на реализацию проекта, будет 19 подписано в рамках 10-го форума. Еще несколько документов, которые, ну, как бы в других аспектах, да. Всего 24 документа уже сейчас согласовано, предварительно готовятся к подписанию. Ну и в финале, все ли будет готово? И как? В какой степени готовности вы сейчас? С учетом того, что уже и прошло выездное исследование рабочей группы, значит, России и Беларуси, у нас в Уфе посмотрели площадки. Сейчас ведем уже подготовку. Утверждена основная инфраструктура для проведения этого масштабного форума. Конгресс-холл, в котором достаточно необходимых помещений для проведения и пленарного заседания, и ряда других заседаний. Это вот, как бы, главное место. Но в целом, в целом площадок, в которых пройдут и деловые мероприятия, спортивные, культурные, гастрономические, это около ста таких площадок готовятся. Поэтому работа по ним по всем идет. И нет никаких сомнений, что форум пройдет на высоком уровне. Мы бы хотели, чтобы он был лучшим в истории проведения таких форумов. Мы уверены, что все получится, на самом деле. Спасибо вам большое, Андрей Геннадьевич. Спасибо о подготовке к юбилейному форуму регионов России и Беларуси в Уфе. Мы говорили с премьер-министром республики Башкортостан Андреем Назаровым. Башкортостан Андреем Назаровым